Меня зовут Георгий, я являюсь разработчиком компании DINCE. И сегодня я с вами хотел бы поговорить про различные подходы к разработке API. Сначала давайте определимся, что такое API будет. В нашем контексте API определяет некий интерфейс, который предоставляет данные сервисы другим приложениям. Выбор правильного формата API крайне важен для бизнеса, поскольку если бизнес не будет учитывать современные тенденции, скажем так, и не рассмотрит все доступные варианты, выбрав просто какой-то самый популярный или самый простой в реализации, то в дальнейшем он может столкнуться с такими проблемами, как невозможность добавить какую-то фичу, проблемы масштабируемости и так далее. И чтобы сэкономить время, ресурсы, нервы и силы, стоит сначала посмотреть на то, какие best practices есть на данный момент на рынке, и потом уже принять решение касаемо самоподходящего для конкретной вашей ситуации. И первый тип API, который мы рассмотрим, это request-responsive API. Что такое request-responsive API? Ну, request-responsive API представляет интерфейс через веб-сервер на основе HTTP протокола. API определяет набор инфоинтов, и клиенты отправляют HTTP запросы для работы с данными к этим инфоинтам. Ну, то есть это могут быть запросы на получение, на добавление, удаление или изменение данных. Ответ приходит в формате JSON или XML, но поскольку зачастую клиенту выступает именно в браузер, а на браузере у нас крутится JavaScript, то обычный формат ответа приходит именно в формате JSON, в JavaScript, украине удобно с ним работать. Формат XML тоже имеет место быть, но он используется, скажем так, в каких уже более legacy сервисах. Так, вот. Существует три самых популярных подхода request-responsive API. Это REST, RPC и подход с использованием графки URL. Давайте начнем с вами с REST. Это самый популярный подход на данный момент. Он используется такими поставщиками API, как Google, Twitter и GitKad. REST рассматривает все как ресурс. То есть ресурс – это некий объект, который может быть идентифицирован, назван, адресован или обработан в сети. REST представляет данные как ресурсы и использует стандартные HTTP методы для предоставления транзакций, чтения, обновления, удаления этих ресурсов, то есть стандартные группы операции. Что может быть выступать ресурсами? Ну, ресурсами могут выступать юзеры, сообщения, чаты, товары. Вообще все, что наш сервис может представить как некую сущность, может быть представлено в виде ресурсов в проявлении REST. Основные правила REST, которым, скажем так, следует придерживаться, чтобы ваш API был REST, что называется. Ресурсы являются частью URL. На слайде мы видим пример users. То есть у нас сначала идет хостнейм, потом какой-то порт, и дальше URL, по которому мы запрашиваем данные. Следующее правило – это то, что для каждого ресурса создается два URL. То есть один для какой-то коллекции, и второй уже для конкретного институции. Опять же, в нашем примере с юзерами, с пользователями, у нас есть коллекция users и есть конкретный users с идентификатором 1, 2, 3. Существительные вместо глаголов, то есть get-user-info, относятся к другой парадигме REST 5, которую мы как раз рассмотрим сразу за REST. Стандартные HTTP методы для работы с этими endpoint-ами. То есть мы, говоря о том, какой метод мы используем, HTTP, get-post, patch, put-it, delete, информируем сервер о том, какое действие мы хотим совершить. И в зависимости от того, какой метод мы используем, на один и тот же endpoint мы получаем разные результаты. Вот. Стандартный статус кода для респонса. Ну, здесь все довольно просто. В диапазоне 200 у нас статус кода для успешных запросов. В районе 300 – перемещение ресурсов. Например, redirects HTTP на HTTPS. В диапазоне 400 – это ошибка на стороне клиента. Например, если мы запросили какой-то несуществующий ресурс, неправильно заставили запрос или что-то такое. И в районе 500 – это уже ошибка на стороне сервера. Если наш запрос как-то не смог обработаться, если наш сервис крашнулся и не смог эту ошибку обработать, к нам возвращается 500 ошибка. Вот. И формат респонса, да, опять же, в формате джессона, либо эксамуале. Операции CRUT и соглашение REST, соответственно, потому что здесь на что здесь стоит обратить внимание, что когда мы хотим создать какой-то ресурс, мы запрашиваем, отправим этот запрос на endpoint именно коллекции. Да, то есть, slash users. Почему? Потому что, если мы, ну, скажем так, мы не можем отправить этот запрос на endpoint конкретного юзера, потому что у нас пока нет никакого идентификатора для этого юзера. И чтобы его получить, нужно его сначала создать. Поэтому мы отправляем запрос именно на endpoint коллекции. Ну, если мы хотим, например, получить данные конкретного юзера, мы отправляем, значит, метод get. Если мы хотим конкретного юзера, значит, изменить, заменить или удалить, мы отправляем на users 1.2.3, значит, соответственно, put, patch, delete. Ну, если мы хотим удалить всю коллекцию, изменить всю коллекцию или получить список всех юзеров, мы отправляем на endpoint с коллекцией уже запрос методом get, put, опять же, патчи, delete. Первый пример. Пример взят из API Stripe. Stripe – это такой сервис для работы с платежами. В данном случае мы хотим получить данные о платеже вот с каким-то идентификатором, который идет у нас после slash v1 slash charge slash идентификатор. Значит, отправляем get-запрос, получаем данные о том, какой платеж был под этим идентификатором. Если мы хотим создать, например, платеж, что мы уже отправляем, запрос с методом post, опять же, отправляем запрос коллекции и указываем, что, значит, в теле запроса, что, значит, объем, который был оплачен в этом платеже, значит, 2000 и валюта, значит, доллара. То есть платеж был совершен на 2000 долларов. Что важно напомнить при проектировании REST API, это про то, что ресурс, который существует в другом ресурсе, должен быть обязательно представлен как sub-ресурс, а не как ресурс верхнего уровня. Что это значит? Ну, рассмотрим, например, с GitHub API, например, создание какого-то конкретного ищи. Значит, чтобы создать ищи, нам нужно отправить пост-запрос на, значит, коллекцию репостов, которым указать конкретного пользователя GitHub'а, и потом после этого указать конкретный репозиторий этого пользователя, и дальше уже указать, что мы обращаемся к коллекции ищи вот этого репозитория, вот этого пользователя. То же самое с методом get, да, то есть когда мы получим конкретно ищи, мы указываем номер этого ищи внутри репозитория конкретного оунера в коллекции репозиторий. То же самое для всех, как ищи, да, то есть за заключение того, что у нас нет идентификатора, номер, и то же самое для изменения ищи какого-то конкретного. Сейчас это случается так, что, ну, во-первых, мы живем все не в идеальном мире, да, и даже если мы при выборе API опираемся на то, что все-таки наш API будет предоставлять сильно крутые операции, ну, рано или поздно обязательно случится такое, что нам нужно будет совершить какое-то действие, которое, ну, никак не подпадает под, значит, крутые операции. Таким образом в таком случае стоит поступить? Ну, используется следующий подход. Первый подход – это передавать действия в Телеметод. Опять же возьмем пример с GitHub. Нам нужно, например, заархивировать репозиторий. Мы, значит, указываем, что используем метод патч и отправим запрос на endpoint repos owner репозитория и конкретно репозитория этого оунира, и в телезапросе указываем флаг архив в труб. Это говорит о том, что нам нужно заархивировать данный репозиторий. Значит, как еще один вариант, мы можем продавать действия как sub-ресурс. Да, то есть тот же, скажем так, пример с GitHub, когда мы хотим затолочить какой-то конкретный идишью сюда, мы отправляем запрос на репост owner репозитория этого оунира коллекцию и с конкретной идишью, и, значит, указываем, что нам нужно его затолочить. Но часто еще бывает так, что операция настолько сложная, что она вообще не вписывается в проделим урест. Например, тот же поиск. Тогда мы используем команду действия прямо в URL-адресе, то есть get search, и дальше, значит, указываем, по какому конкретно квери, ну, по какому запросу мы хотим совершить данный поиск. То есть отправляем такой запрос и получаем, значит, ответственность отвечающий нашему запросу по поиску. Режимируя REST API, плюс у него, ну, стандартное имя метода, вообще стандартный формат. REST использует функционал HTTP, да, хорошо, то есть он использует и коды респонсов, и различные методы HTTP. Минусы – это то, что большой пилот. Ну, что это значит, да? Представим ситуацию, что мы проектируем какой-то публичный API, значит, и нам нужно, значит, возвращать информацию о пользователях, скажем так. И, значит, вот первый клиент, наш первый партнер говорит, что ему о пользователях нужно получать только имя и фамилию, и мы возвращаем ему коллекцию с именем и фамилией, да, или конкретной инстанции. Следующий клиент приходит и говорит, что ему, во-первых, помимо имя и фамилии нужен еще номер телефона. Ну, окей, мы не создаем для него отдельный endpoint, мы прямо в этом endpoint говорим, что, ну, просто добавляем еще одно поле для каждого юзера, и, значит, наш первый клиент, которому нужны только имя и фамилия, мы добавляем ему какой-то лишний пилот. Потом приходит еще один клиент, ему нужен ник в Телеграме, приходит еще один клиент, ему нужен адрес, приходит еще один клиент, там нужны какие-то дополнительные информации, например, иконка нашего пользователя, что-то еще. И, таким образом, наш там первый клиент, которому как бы изначально требовалось только имя и фамилия, получает уже какой-то огромный пилот, которому ему по большому счету это и не нужно. Да, и, то есть, размеры ненужного пилота могут достигать, чтобы основных значений, да, больше 80% пользователю не нужно. Вот какой еще минус? Это множество NHTP запросов. Что это значит? Ну, это значит, например, опять же, поставим в ситуацию, что нам нужно найти всех пользователей, и у них посмотреть в корзину, найти в корзине все товары, которые стоят больше 50 долларов, и, значит, на все товары больше 50 долларов совершить, применить скидку в 15%, например. Значит, что мы делаем? Мы сначала дергаем коллекцию всех этих пользователей, потом по отдельности, грубо говоря, дергаем, значит, каждого пользователя, чтобы посмотреть, там, его корзину, да, или, значит, идентификатор корзины, дернуть эту корзину из, там, ну, какой-то инстанции, из коллекции корзин, посмотреть, что товары, увидеть товар, значит, больше 50 долларов и применить на ненависть скидку. То есть, вот сколько запросов надо совершить. И это довольно еще простой пример. То есть, пример может быть намного сложнее, и запросов там может быть намного больше. Вот. Ну, и когда стоит использовать, когда нам нужен все-таки API, который в большинстве своем будет представлять именно крупные операции. То есть, когда мы знаем, что вот большая часть запросов, она все-таки будет связана с добавлением, удалением, изменением, добавлением, удалением, изменением и созданием данных. Вот. Запутался. Ремонт процедур call. Вызов удаленных процедур. Удаленный вызов процедур. Это, на самом деле, одна из самых простейших, если не самая простая, необходимая API, в которой клиент просто вызывает исполнение блока кода на сервере. Что время как REST рассматривает все как ресурсы, RPC, он про действие. То есть, мы обычно передаем просто имя метода и аргументы сервера, и получаем ответы, опять же, в формате JSON или XML. Значит, правила. RPC тоже довольно простые. Это endpoint содержит имя выполняемой операции, и вызовы API выполняются с помощью наиболее подходящего штатива. Это дадали багет для запросов только для чтения, либо просто для всех остальных запросов. Данный стиль отлично подходит для API, которые представляют действия, которые не могут быть инкапсулированы внутри крутых операций. Рассмотрим пример. Это уже пример с API Slack. То есть, мы отправляем пост-запрос на slash.py, slash.conversations.py, архив, указываем какие-то данные в теле. Что здесь примечательно, это то, что мы такой же пример похожий, чем мы так рассматривали в GitHub, когда мы пытались архивировать репозиторий. Только в данном случае мы указываем действие прямо в нашем URL-е. Вот. Опять же, на слайде мы видим скриншот с сайта Словака, который показывает действие, часть действий, которые мы можем совершить с conversations. Хотя в этом случае есть какой-то явный ресурс, то есть conversations. Но мы прекрасно видим, что все эти действия не попадают под крутые операции и не вписываются в шаблон REST. Зато они прекрасно вписываются в шаблон RPC. Режимируя, RPC API очень простой, крайне легкий в реализации, легковесный пилот. Опять же, если мы говорим про пример, где мы представляем наш публичный API каким-то нашим партнером, то есть кому-то нам нужен имя, фамилия, кому-то нужна фамилия, номер телефона, кому-то нужна фамилия и почта. И мы, по сути, можем для каждого этого пользователя создать отдельный endpoint. Либо мы можем как-то группировать пользователей и под одну группу создать один endpoint. То есть плюс-минус, скажем так, плюс-минус пилот будет соответствовать именно тому, что нужно пользователям. То есть может быть пара парей будет лишних, но не так, как при REST-отходе. Вот. И из-за этого высокая производительность. Какие минусы? Ну, труден в обнаружении, потому что практически нет никакой стандартизации и может быть создано, опять же, слишком много endpoints. Если мы там увлеклись и начали все-таки под каждого пользователя создавать отдельный endpoint, то это может, конечно, закончиться очень неплохо. И в обнаружении станет наш API еще более сложным. Вот. Когда использовать? Когда мы понимаем, что действия, которые мы хотим не предоставить через наш API-интерфейст, не попадает никак в ход крутой операции. Вот. Последний request-response подход. Это подход с использованием GraphQL. Что такое GraphQL? GraphQL – это язык запросов для API, который в последнее время приобрел точную популярность. Он был разработан внутри компании Facebook в 2015 году и публично выпущен уже в 2015 году. GraphQL позволяет клиентам определить структуру требуемых данных и вся разращает именно ту структуру, которую запросил клиент. Как это выглядит? Например, нам нужен юзер, который, значит, у которого логин равен клюковке, да, и вот у этого юзера нам нужна ID, имя компании и, значит, дата, когда он был создан. Мы отправляем такой запрос и получаем вот такой вот ответ, да, что вот юзер, вот его ID, вот его имя, вот компания, и вот когда он был создан. В чем отличие от REST и RPC? Ну, значит, опять же, пример с GitHub API. Значит, endpoint только один. Это слэш график. Все запросы мы отправляем на этот endpoint. Точно так же нам нужны различные HTTP методы для описания операций. То есть мы просто указываем в теле JSON, что мы хотим сделать. Это либо запрос к query, либо mutation, да, мутация изменения данных. И, собственно, и все, да. То есть GraphQL поддерживает методы get и post, и мы спокойно отправляем через endpoint, указывая, что такое действие мы хотим совершить, наши запросы. Режимируя GraphQL, ну, если мы говорим про реализацию через именно HTTP, то это единственный запрос, да, мы указываем, значит, запрос, что мы хотим сделать. И дальше уже сервер как-то обрабатывает этот запрос и возвращает нам ровно то, что мы хотели совершить. Нет необходимости версионировать. То есть мы спокойно можем добавлять новые поля и типы, не затрагивая никак существующие запросы. Точно так же мы можем отказаться от использования каких-то существующих полей. Мы можем выполнить анализ логов, да, поставщик API выполняет этот анализ логов, понимая, какие клиенты используют определенные поля. И мы можем скрыть устаревшие поля и спокойно их удалить, да, которые, ну, мы понимаем, что клиенты их не используют. Меньший пейлот, а точнее пейлот соответствует ровно тому, что запросил клиент. То есть ничего лишнего там в принципе не будет. GraphQL строил по типу Zerum. Во время разработки проверка типов помогает гарантировать, что запрос очень токсически верен или действителем. Значит, так же есть встроенная тюла в браузер, ну, то есть встроенная DE для изучения этого GraphQL, встроенная документация. Она позволяет пользователям писать, тестировать и проверять запросы в GraphQL прямо в браузере. Да, конечно, есть такие решения, как свагер, да, для REST-а. Но надо понимать, что этот свагер нужно, во-первых, либо как-то руками поддерживать, либо использовать какие-то дополнительные тулы, как-то уменьшать методы, чтобы генерировать эту свагер-спецификацию. Минусы GraphQL, ну, то, что у сервера требуется дополнительная обработка для анализа сложных запросов и проверки параметров, оптимизация производительности запросов в GraphQL тоже может быть сложной задачей. Внутри компании легко предсказать варианты использования, которые будут применяться, но при работе с какими-то внешними разработчиками эти варианты использования становятся очень трудными для и понимания, и оптимизации. И, то есть, как бы, когда использовать, когда вам нужна гибкая запроса в поддержке консистентности, ну, и, то есть, когда мы понимаем, что мы проектируем какой-то довольно сложный API. То есть, API для блога – это довольно плохое решение, да, использовать графики. Вот. Следующий тип API, про который хочу рассказать, это event-driven API. Значит, что здесь важно понимать? Что при работе с request-response API для сервисов с постоянно меняющимися данными, ответ может быстро устареет. И, значит, какое мы здесь можем применить решение? Мы можем постоянно опрашивать наш сервер на предмет того, изменились ли данные. То есть, мы можем просто какой-то опрашивать один endpoint и проверять, изменились данные или нет. И здесь речь идет сразу о том, с какой частотой мы будем опрашивать эти самые данные. Если мы будем опрашивать их с очень большой частотой, то большая часть, на самом деле, запросов, которые мы будем отправлять, она будет нерелевантна. То есть, мы будем получать одни и те же данные без изменений. Плюс это довольно большая нагрузка. Если мы будем отправлять с низкой частотой, то произойдет следующая ситуация. Значит, у клиента в приложении окажутся некоторые данные. Он запросил эти данные, сохранил их к себе, начинает обрабатывать. Следующий у него запрос через 5 минут, ну, грубо говоря, да, а данные уже обновились. И вот он 5 минут работает с неактуальными данными. Для обмена данными о событиях в реальном времени существуют такие подходы, как веб-хуки, веб-сокеты и HTTP-стремин. Начнем с веб-хукой. Веб-хук – это просто URL-адрес, который принимает какой-то HTTP-запрос. Это может быть там пост, get, put, delete, неважно совершенно. И поставщик API, который реализует веб-хуки, он просто отправит сообщение на этот endpoint и сообщит, что произошло какое-то изменение. И в отличие от request-response API, с помощью веб-хук вы можете получать обновление в режиме реального времени. Веб-хук используется такими поставщиками, опять как Slack, Stripe и GitHub. Опять же, если брать пример с нашим полингом, да, с постоянным опросом какого-то информинга, то мы можем увидеть, да, что клиент отправляет запрос на данные, получает те же самые данные, которые у него были сохранены. Опять же, с течением времени отправляет запрос на данные, получает те же данные, и так вот повторяется до тех пор, пока эти данные не изменяются. Ну, то есть, как мы видим, очень много лишних действий. В случае с веб-хуками все гораздо проще. Сервер говорит о том, что у нас появились какие-то новые данные, и клиент просто запрашивает эти данные. Супер, очень удобно. Каким образом выглядит регистрация веб-хука? Ну, то есть, вот данный пример, он взят с GitHub. Мы указываем, значит, endpoint, который нужно опрашивать, на который нужно сообщить, что произошло изменение данных. Указываем content type, указываем секрет. Ну, и дальше мы говорим, какие венты должны дергать наш веб-хук. То есть, там, push-евенты, посылать все, или там выбирать какие-то индивидуальные варианты. Режимируем веб-хуке, значит, ну, плюс это простое имплементация общения сервер-сервер, да, когда речь идет о каких-то двух сервисах. Используется HTTP-протокол. Почему это хорошо? Потому что, ну, с HTTP-протоколом, так или иначе, мы работаем все, да, кто задействован в веб-разработке, и там большинство своем работает именно с этим протоколом. Минусы – это то, что, значит, браузеры не могут никак предоставить какой-то endpoint, и приложения, которые работают за фауриволами, могут обращаться к API через HTTP, но не могут получать входящий трафик. Для таких предложений использование веб-хуков сложно и часто просто невозможно. Вторая проблема, о которой нужно подумать, это сбои, повторные попытки. Значит, что здесь важно понимать, что, значит, поставщик API, который регистрирует веб-хук, отправил, например, ну, то есть, произошло изменение данных. Поставщик API дергает хук, который у него зарегистрирован, говорит, что данные изменились, и его запрос на этот веб-хук падает. Значит, вот нужно как-то обрабатывать эти сбои. У Slack реализовано это следующим образом. Значит, Slack отправляет запрос на то, что данные изменились. Если запрос упал, он отправляет его повторно через секунду. Если этот запрос упал, он отправляет повторно через пять минут. Если и через пять минут запрос упал, то, значит, просто поставщик API, в данном случае Slack, он информирует клиента, который предоставил свой веб-хук о том, что больше этот веб-хук дергаться не будет, потому что запросы падают. Ну и еще один момент, который надо обязательно учитывать, это поддержка безопасности. Почему? Потому что нам нужно понимать, что наш API опрашивает именно те поставщики API, которым мы предоставили нашу веб-хук. Но чаще всего этот веб-хук предоставляется для какого-то конкретного веб-хук. А вот нам нужно, чтобы именно этот API дергал... Нам нужно убедиться, что это именно он дергает наш веб-хук. То есть для этого на предыдущем слайде мы видели секрет. Ну, то есть надо как-то обязательно продумать этот момент тоже. Когда используете веб-хук, когда нужна обработка сервером событий в режиме реального времени. Следующий подход – это веб-сокеты. Веб-сокеты – это, во-первых, протокол, который используется для установления канала двухсторонней связи через одно соединение TCP. И хотя протокол обычно используется между веб-клиентом, например, браузером и сервером. Ногда он также используется для связи между двумя серверами. Протокол поддерживается основными браузерами и часто используется приложениями реального времени. То есть тот же Slack или Трелок. Пример использования веб-сокетов. То есть в данном случае опять же пример Slack. Мы одновременно… То есть еще один плюс веб-сокетах – это то, что запросы на отправляемые и принимаемые могут одновременно поступать, независимо от друга друга. И тут мы видим просто логик, которые показывают принятые и отправленные запросы через веб-сокет. Режимируя веб-сокеты, ну, плюс это двусторонняя потоковая связь, встроенная поддержка браузерами. Поскольку веб-сокеты предназначены для работы через порт V80 или V443, это позволяет им хорошо работать с файлами, которые могут блокировать другие порты. Это особенно важно, когда речь идет о каких-то корпоративных разработчиках. Ну, веб-сокет отлично подходит для быстрой потоковой передачи данных в реальном времени и каких-то длительных соединениях. Но, опять же, поскольку здесь должно быть постоянное соединение, из этого следует и минус, то, что необходимо поддерживать это постоянное соединение. Если соединение не оборвалось, его нужно повторно инициировать. Также есть проблемы, связанные с масштабированием. Что это значит? Ну, это значит, что, например, разработчики, которые используют флаг веб-сокет API, они должны обязательно установить соединение для каждой команды, которая использует их приложение. И представим, что если в приложении установлено 10 тысяч рабочих пространств флаг, то разработчик будет внести ответственность за поддержание 30 тысяч соединений между серверами флаг и сервером в приложении. Ну, и когда использовать, когда нам нужна двухсторонняя связь в время времени между браузерами и серверами. Самый последний подход – это HTTP-стриминг. Ну, значит, что здесь важно понимать, что если мы говорим про, например, request-response API, то мы всегда получаем HTTP-ответ какой-то конечной длины. Если мы говорим про HTTP-стриминг, то длина, скажем так, может быть условно бесконечной. Что это значит? Значит, клиент управляет запрос на сервер, сервер принимает этот запрос и начинает возвращать ответы, скажем так, чанками, до тех пор, пока либо не закончатся данные, либо клиент, либо сервер не закроют соединение. Каким образом можно реализовать? Что теперь стриминг? Ну, во-первых, сервер может установить хеддер transfer encoding chunk. Это указывает клиенту, что данные будут поступать фрагментами строк, которые разделяются новой строкой. Либо другой вариант – это по другой передаче данных через SSE, сервер send events. Этот вариант отлично подходит для клиентов, которые используют эти события в браузере, поскольку они не могут использовать нативные ивенты в SSE 5. Вот. Режимируя. HTTP-стриминг, он работает через HTTP-протокол, опять же, который всем знаком всем знает. Встроенная поддержка браузерами, работает через Firewall. Какие минусы? Минусы – это то, что если мы там, грубо говоря, подписываемся на какое-то событие, то для того, чтобы переключиться на другое событие, нам нужно отправить повторный запрос. Двухстороннюю связь сложно реализовать, если вообще возможно. Также есть проблема с буфером, поскольку клиенты и прок часто имеют ограничения на буфер, и может случиться такое, что они не начнут рендерить данные в приложении, пока не будут эти данные полностью получены. Да, поскольку у нас идет потоковой передачи, то он, соответственно, приложение не будет рендерить их. Когда нужен HTTP-стриминг? Когда нам нужна односторонняя связь через простой HTTP-протокол. Ну и в заключении, хотелось бы сказать, что когда дело доходит до выбора парадигмы API, не существует никакого универсального решения. Каждый из парадигм, который мы с вами сегодня рассмотрели, хорошо подходит для определенных вариантов использования. И может случиться так, что вам потребуется поддерживать несколько парадигм. Например, тот же Slack поддерживает API в стиле RPC, в стиле WebSocket и WebHook. Важно понимать, какое решение нужно именно вам и вашим клиентам с учетом ограничений, с которыми вы работаете. На этом все. Спасибо большое.